ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброго времени суток! С вами Сергей. И сегодня я начинаю новый проект. Новый проект это насадка вот такого топора. Сейчас я на нем, минуточку остановлюсь, расскажу про него. История этого топора, она очень старая, она уже даже теряется. Это финский кованый топор, я нашел его здесь, в доме, в подвале. В подвале это по бабушкиной линии бабушка-финка. Достался по наследству такой топор, и он был лопнувший. Он изначально имел классическую форму, это я его так обрезал. Лопнувший он был по обуху, вот с этой стороны. Я сюда вырезал профиль 40 на 40 толстостенный. Вырезал его буквой КП, и вот так вот вставил и обварил. Обварил, заварил сначала трещину с двух сторон, и потом вот это место усилил. Топор получается тяжелый, хоть он у меня и обрезан, но топор все равно тяжелый. Топор весит ровно килограмм. Если меня не обманывают, то он весит ровно килограмм. Сделан к нему вот такой клин, клин, который я сам разработал. Клин, который называю по своей фамилии. И буду насаживать на такую ручечку. Это бук. Не судите строго, что топорище не самодельное. Я не заготавливаю сейчас ничего. Да и мне принципиально работа слишком объемная. Все это надо будет выбирать болгаркой. Болгаркой одной рукой работать устаешь быстро. Так что я сделаю вот такое топорище. Почему длинное топорище? Длинное топорище, потому что раз так, как топор тяжелый, топор тяжелый, я его планирую использовать под рубку дров. Под колку дров использовать. А под колку дров для хорошего размаха надо длинное топорище. И под такое я долго думал насаживать на коротенькое топорище этот топор. Или на длинное. И все-таки решил насадить на длинное топорище. Здесь есть маленький сейчас нюанс, придется очень, так скажем, постараться. Топор, внутренняя часть пробита не соосно. То есть, если ровно здесь вот отточить, топор будет на топорище вот с таким наклоном. Сейчас надо будет это вот сидеть и выдирать, выбирать, чтобы ровненько насадить. Насадка будет не очень простая. Я буду обрабатывать напильником потихоньку и по мере возможности подгонять и смотреть. Ну что ж, приступим к работе. Сделал заход вот этим напильником крупным. Я уже давно напильником все насаживаю. Вот так вот первое очертание топора сделал. Делаю я постепенно. Делаю сначала вот так и потом постепенно-постепенно начинаю углубляться. Получается все ровненько, хорошо. В этом деле главное никуда не торопиться, не спешить. Максимально плотно попробовать насадить, максимально плотными зазорами. Не торопясь. Сейчас я вот буду вот так вот дальше уже увеличивать. С этой стороны так же. И потихонечко мерять и с каждым миллиметриком все глубже и глубже продвигаться. Я на просвет по плоскости напильника смотрю и подправляю. Сейчас пока выглядит это лошадь. Уже неоднократно набивал. Набивал. И продолжаем набивать. Топорище у нас вот так соосно. А сам топор кверху. Значит надо вот эту сторону. Еще мне больше туда проваливать. Сейчас я еще посмотрю. Да, оно видно, что топор вот так. А топорище вот эта часть выходит кверху. Вот просто я говорил, что он самодельный. И вот эта часть не соосно пробита. Так, снимаю. Ну вот мы насадили. Вроде более-менее носик не уводит в сторону. Чуть-чуточку заметно, но это не страшно. Теперь разметили под железный клин. Буду делать на два клина. Один железный. Второй вот сюда деревянный. Так как с этой стороны плотно прижато, я смещаю в стороне обуха. Здесь образуется большая щель. Здесь и здесь. Вероятнее всего я еще маленечко разведу бокситной смолы. И это дело посадим еще на эбокситку. Так, теперь наша задача надо сделать прорезы. Сделали два пропила. И каждый пропил сделали миллиметров на пять больше, чем клин. Чем клин здесь сверлышком потом прошли. Прямо по пропилу хорошо сверлится это самое. Это сделать, чтобы не давать возможности проходить трещину. И теперь, когда вот деревянный клин первый взбиваешь, оно иногда сжимает так, что не поймать никак вторым клином. Вот так вот треугольным напильником делаю заход, чтобы потом было удобно вставлять второй клин. Оба пропила делаю. Так. Ну вот так вот получается. Вот это будет здесь стоять второй клин. Эргономика такой ручки мне не подходит. И сейчас при помощи болгарки сделаем ручку эргономическую под свой хват. Лишнее снимем и аккуратненько зашлифуем. Ну вот. Вчера закончил делать эргономику ручки. Ручка теперь вот так выглядит. И сегодня наношу простейший узор. Я делаю спиральки. Спиральки при помощи вот такой алмазной струны и ножовки. Вот кстати, классическая советская ножовка по металлу. Так вот не торопясь. Такие спиральки позволяют топорищу держаться крепко и надежно из руки в руке и никуда не вылетать. Глубиной где-то 2,5-3 мм заглубляюсь. А диаметр ее наверное 3,5 мм на глаз. Так, сейчас у нас начинается самый важный процесс. Самый важный процесс. Здесь у меня чистое трансмиссионное масло с машины осталось. И мы сейчас все это дело будем промазывать. Вот таким вот образом. Промазывать сразу скажу, я буду не один слой, а слоя 3-4. И это займет где-то у меня около недели. Около недели. Можно масло заменить олифой. Олифой, но у меня сейчас олифа в дефиците. А масло есть в наличии. И еще. И еще. масло наносится хорошо быстро а теперь я ставлю остаток масла вот сюда и вот этим торцом ставлю прямо на всю ночь оно будет дерево впитываться завтра разверну поставлю вот этим торцом и такая процедура займет несколько у меня дней даже не несколько дней чуть более недели я буду мазать она будет подсыхать я буду мазать она будет подсыхать топорище будет подсыхать обработка рукояти маслом уже закончилась прошло где-то полторы недели с последнего момента обработки дерево полностью себя пекало масло и теперь начинаем эту рукоятку крыть лаком лак я выбрал бесцветный бесцветный первым делом я крою вот это место вот это место это надо обязательно потому что топорище это железо это источник влаги и вот здесь я все покрою несколько слоев лака первый слой на рукоятку его надо хорошо размазать подсеков не было ну что ж приступаем к насадке первым делом забиваем деревянный клин криво держишь Последний, заключительный. Так, готово. Почему я говорил, что я всегда это дело делаю прессом? Ну, тут мне надо делать приспособление. Пожалуйста, крупным планом это выглядит теперь вот так. Теперь это уже никуда не денется. Вот эти места я сейчас еще замажу бокситкой, чтобы не было щелей. Пока работа на сегодня закончена. Вырезал я вот сюда медную пластиночку. У меня мед еще осталось со времен, когда я блесну самодельно делал. Кстати, есть еще один видеоролик у меня на канале. Так, сейчас я приколочу войтиками. Пластиночка эта нам нужна. Она будет у нас действовать в случае того, если промажете мимо плеча, то есть получится, когда удар вот такой вот, она защитит древесину. На самом деле, раньше набивал просто банку жестяную от консервных. От консервов брал жесть и набивал. Да, жесть она мялась, но функция топорища она защищала. Свердную пластину красим. Защита топорища. Слой лака нанесем. Я чеканить ничего не стал. У меня, во-первых, сейчас ни чеканок ничего нету. Да и чеканить мне уже одной рукой не получится. А раньше, да, я чеканил блесны делал. Я уже упоминал, что ролик есть. Можете посмотреть. Так, сейчас. Сейчас. Вот это топорище. Очень, конечно, много оно вызывает споров. Я знаю, то, что оно будет скользить. Нет, оно в действительности у него зацепление. Вот, смотрите, хорошее довольно зацепление. Вот даже до красна. Но, когда колите дрова зимой, в основном мы колем зимой дрова, вы берете клечи, а клечи в снегу. И снежные перчатки, вот тут, да, оно начнет скользить. Любое топорище даже не обработано, даже пропитанное маслом оно будет скользить. Так, я делаю следующим образом. Я беру вот такой вот песочек крупный. Мешаю пропорции примерно 1 в 3. Сейчас его еще добавлю. Вот так вот перемешиваю. И теперь вот сюда слоем наношу. Единственное, сейчас песок сырой. Так я обычно сухой еще сверху посыпаю на лак. Вот оно закрепило. Часть только обрабатывается. Вот это, где вы держите. Второе не надо. Вот таким вот образом. Сейчас подсохнет. И сверху обычным цветом, бесцветный лакуум, слой еще закрепим. Закрепим. Процедура, конечно, не вечная. Я где-то раз при интенсивной работе где-то раз в 5 лет обновляю. А, это, кстати, у меня второй топор. Я тоже переделываю. Второй топор окрасятся у меня вместе. Не меж крупным планом, как получается. Вот получается. Вот так сейчас слой высохнет и я обычным обычным лаком это все дело закреплю. Приступаем к покраске. Крашу бронзовую краску. Так называемую лак с бронзовой. Крашу я так давно. Мне таким образом нравится. Крашу на грунтовочку. Держится хорошо. Свет приятный. Можно покрасить двумя цветами. Использую золотую. У меня в данный момент нету второго цвета. Так что будем довольствоваться об нем. Эстетически у меня такая задумка была. Покрашу в два слоя. На торец приколотили на гвоздики латунную закрывашку для эстетического вида. И теперь у нас остается последняя процедура. Я всегда говорю, я рукоятку обделываю. Так вот, это включительная работа, проводимая волетом покором. Можете закрасить место презоболгарки. Я решил его закрасить брензовым ватом. Вот я закончил очередной проект. Завтра будет без одного дня как месяц. Ушло на него. Топор мне нравится. Топор сделан для определенных целей. Сделал на века. Мне будет приятно, если вы поделитесь моим видео. Обязательно комментируйте. И в комментариях напишите, нужен ли ролик про заточку топора. Я пока заточку топора не трогаю, так как этот топор для колки дров. Так вот он выглядит. Проект заканчиваем. Я еще задолжал за это лето еще один проект. Я хотел сделать косу. Но, увы, у меня зуб-шашель заготовку для косовища кушал. И этот проект я переношу на следующий год. Кто не подписан, подписывайте. До свидания. Всем здравия и благ. С вами был Сергей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok